миром уважаемые друзья и дорогие коллеги мы с вами снова на канале психоанта который всегда на вашей стороне благодаря нашей эмблеме нашему девизу за ужин хоплаки мертвых разбивая молнии сегодня мы будем говорить о светил конгибиторах обратно захват сертонина и она франили клавипромини при лечении навязчивости сильно компульсивного расстройства наш был учитель все чаще говорит по молодцы отвечайте на вопросы и а действительно рост по популярности нашего канала он в общем-то очевиден поэтому продолжаем нашу политику и так получили коммент михаевич скажите пожалуйста если ака изначально лечился на фронил можно ли его заменить на связи с или после она фронела связи слабее не помогут или это зависит от дозы связи и так случилось следующее назначили она фронил можно ли заменить на связи с что будет собственно говоря какой прогноз давайте с нами разбираться первое что такое навязчивости навязчивости это собственные мысли не чуждые мысли для человека не вложены ему в голову навязчивости должны быть ну одна по крайней мере одна мысль с которой человек борется хотя он может не бороться с остальным но хотя бы одна должна быть с которой он борется мысль о выполнении каких-либо действий связанных с навязчивости мне должна быть приятно но конечно может приносить облегчение совершил ритуал и тревога уменьшилась и мысли и образы импульса должны быть неприятно повторяющих вот собственно говоря что такое навязчивости разные бывают навязчивости бывают навязчивости которые связаны со страхом загрязнения с контролем утраты которые скажем чак не сомневается с делом какое-то дело или не сделал связанных с контрастной так называемой навязчивости когда человеку кажется что он кого-то оскорбил обидел там и тому подобное то есть разные бывают обратите внимание здесь есть целый список навязчивая мытью рук там стирка повторение выполняемых действий навязчивый счет навязчивая молитва чего собственно говоря только не бывает ну и рекомендации по лечению почему собственно говоря этот вопрос возник первой линии это препараты селективным гибитор обратного захвата серотонина их надо использовать высоких дозах менять один на другой если вот это не проходит то тогда кламипромин препарат третьей линии там потребность вкг и кое-каких других исследований сразу скажу забегая вперед поэтому препарат третьей линии ну а здесь у нас все наоборот потому что сначала назначили анафронил они асяз с поэтому и состоит вот этот вот интерес этого вопроса в том а можно ли с анафронила на сиаз с давайте подробно остановимся на ответе на этот вопрос ведущий психоформаколог мира а профессора стивен майкл шталь рассказывает о том что особенностью навязчивости вообще псевдокомпульсивного расстройства является снижение активности нейронов в базальных ганглях тела эти нейронов находится в ядрах шва головного мозга ну и вот падает активность серотониновых нейронов надо бы повысить эту активность при помощи селективных ингибиторов обратного захвата серотонина особенности нейронов базальных ганглях таковы что к сожалению сиаз с при абсцессивно-компульсивном расстройстве выздоровление дают но чаще все-таки неполное терапевтическая доза чаще превышает начальную первоначальный эффект на 12 26 неделю не происходит усиление абсцессии начали приемы и обратите внимание действительно индивидуальная реакция больных на различные сиаз с может отличаться существенным образом так что один связь стоит менять на другой совершенно точно ну а стоит ли менять она франил на сиаз с давайте сейчас поподробнее будем это все анализировать ну что такое сиаз с я думаю все знают это селективные гибитор обратного захвата серотонина их 6 у нас они по нашей классификации проходят как антидепрессанты только по названию с полезными механизмами потому что при депрессиях их применять в общем-то не особенно ну и что такое полеме прими м я думаю все тоже знают это антидепрессант по названию механизм потому что его можно использовать при встречении депрессии обратите внимание которые про нем по нашей классификации снг антидепрессант му к с достаточно большая ну и соответственно кламе премин может использоваться ну например при лечении вот таких депрессий но не совсем конечно успехом есть препараты более активные но например венлофоксин высоких дозах как бы то ни было значит давайте мы будем разбираться что собственно говоря в этой ситуации может возник и так при селективных при апсина компульсивные расстройстве назначили анафранин конечно же для больного селективно конечно для больного с апсина компульсивным расстройством это не очень хорошо почему не очень хорошо может быть это ну как бы сказать не очень хорошо принципе их плане эффективности но самый главный в плане переносимости почему переносимость хуже ну потому что есть дополнительные три циклический депрессант есть дополнительный побочный эффект сейчас я это все попытаюсь вам проиллюстрировать вот это наша классификация по переносимости антидепрессанта, вы видите, каломиправин входит в худшую шестую категорию переносимости, потому что там есть поражение других органов, за которыми надо следить. Надо постоянно делать анализы. Кстати, нужно делать анализ крови, не только ЭКГ. Скажем, у пожилых пациентов надо следить за артериальным давлением. В то же время селективный ингибитор обратного захвата серотонина – это препараты второй категории переносимости. Их побочные действия связаны с повышением активности серотониновых нейронов. Давайте мы сейчас вот это все просто сопоставим, как это все выглядит. Я люблю такой тест, тест побочных эффектов. Берем, ну, например, на каком-то сайте, ну, например, Medi.ru, побочные эффекты, не нужно их читать. Просто я их переношу тупо на слайд в одном и том же текстовом формате, один и тот же размер шрифта. Вот это кламипромин – это раз побочные эффекты, это два, обратите внимание, антихолинергические побочные эффекты, это три – это все побочные эффекты. Теперь давайте посмотрим в качестве примера, не случайно, видите, здесь задисался флуоксамин, уже наши там зрители зашебуршились. Правда, под вопросом мы его поставили. Все-таки, как эссендантинопрессант спрашивает, почему? Найдите соответствующий ролик, там есть обоснование. Давайте будем сравнивать тоже вроде с ассендантинопрессантом флуоксамином. Ну, вы знаете, что мы предпочитаем говорить о Раконе как о бренде. Почему мы предпочитаем говорить о Раконе как о бренде, а не скажем, не о феварине? Ну, потому что у Раконе наиболее доступная цена, посмотрите, у нас есть соответствующие ролики за 100 миллиграммов, и сравнение по качеству субстанции тоже дает положительный эффект в плане Ракона. То есть, Ракона действительно лучше по качеству фармацевтической субстанции. Ну, и давайте посмотрим побочные эффекты в том же самом формате у Ракона. Вот один слайд и вот два. То есть, на треть меньше. Почему это все происходит? Казалось бы, повышение активности адреналинов и дофаминовых нейронов дополнительных, но на самом деле, трициклический антидепрессант каламин парамин действует не только на норадреналиновые нейроны, он действует на огромное количество нейронов также от других. Обратите внимание, это мы берем Драгбанк, заходим туда и просто переводим на что он действует. Альфа-бета-адренорецепторы, рецепторы-НМДА-рецепторы, это значит глутаматная система. То есть, на самом натриевые каналы, на самом деле много чего. Теперь переходим к флавоксамину. Флавоксамин, как ни странно, несмотря на то, что увеличивает активность норадреналиновых и дофаминовых нейронов, но делает он это исключительно за счет воздействия только на сигма рецепторы и не по всему головному мозгу. Ну, как бы сказать, достаточно локально. Соответственно, флавоксамин остается селективным препаратом, который не действует на альфа-адренорецепторы, бета-адренорецепторы, мускариновые рецепторы, дофаминовые рецепторы, гистаминовые рецепторы, ну и так далее и тому подобное. Значит, понятно, что даже препараты в одной группе могут существенно отличаться. Зачем я вам это рассказываю? Возвращаемся к этому вопросу. Итак, переход сенофронила на селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Может он осуществляться? Может он осуществляться вполне разумно, и это вполне разумная инициатива. Более того, обратите, пожалуйста, внимание, поскольку кломипромин переносится хуже, то вы не можете увеличить дозу. Ну, просто больной не будет переносить, скажем, больше 225, скажем, миллиграммов кломипромина. А нам-то нужно, в принципе, воздействие на серотониновые нейроны. По большей части нам не нужны воздействия на другие нейроны. Значит, нам с вами очень и очень хорошо перейти на более селективный препарат, селективный ингибитор обратного захвата серотонина, и может быть флоуксамин там ракона, и может быть другой селективный ингибитор обратного захвата серотонина. И, о чудо, вы здесь можете пойти дальше, вы можете больше увеличивать дозу, и, соответственно, не то, что у вас снизится эффективность лечения, а эффективность лечения может повыситься. Более того, из-за того, что больной будет лучше переносить препарат, то, во всяком случае, его удовлетворение от лечения тоже повысится. Тем более, что лечиться-то на самом деле нужно долго, потому что на 12-26 неделю только первый эффект от лечения от использования селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Зачем вам это рассказываю? Пока я жив, ничего не бойся. Обращайтесь к нам с вопросами. Мы всегда найдем вам возможность рассказать о том, как лучше принимать препарат, как один препарат менять на другой. Это, кстати, была наша рубрика «Замена одного препарата на другой». Будем продолжать эту рубрику и дальше. Как всегда, комменты, лайки, подписка. Становитесь спонсором нашего канала. Хотите отблагодарить за этот ролик? В описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч!